От пациентки. Боли по линии послеоперационного шва, удаление грыжи в 2014 году, контрастное усиление, внутривенно болюс, ультравист 300-100 мл. Операции по удалению миомы 1998 год, желчного 2007 год, грыжа 2014 год. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 73 лет. Дата исследования – 13 июня 2022 года. Область исследования – органы брюшной полости из-за брюшинного пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. Желудок обычных размеров на 16 мм пролобирует в грудную полость. Печень КРБТ – 157 мм, Карлт – 68 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность – плюс 62, плюс 79 Хаунсфилда. Диаметр портальной вены – 13 мм. Желчные протоки – правый долевой проток 9 мм, левый – 8 мм. Холедах – до 12 мм. Желчный пузырь – удален. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Поджелудочная железа размером 19 на 16 на 27 мм, инвалютивно изменена, с четкими контурами, паренхима диффузна неоднородна, плотность плюс 10 плюс 66 Хаунсфилда. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без РДЖ-контрастных очагов. Надпочечник справа не увеличен, обычной структуры, левый несколько диффузно гиперплазирован. Правая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паранифральная клетчатка структурной. Патологические образования в паренхимии синусах не определяются. Левая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паранифральная клетчатка структурная. В нижнем полюсе простая киста 37 на 25 на 25 мм. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты до 18 мм, инфраринально на уровне тела L3 ее диаметр до 24 мм, на протяжении 34 мм, с признаками формирования тромбополулунной формы толщиной до 5 мм. По стенке аорты многочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. В передней брюшной стенке патологические образования и включение жидкости не определяются. При внутривенном болюсном введении контраста очаги патологической воскулиризации не выявлены. Паренхематозные органы накапливают контраст без особенностей. Заключение. КТ-картина грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы, билиарной гипертензии. Холиодах эктазии, диффузные гиперплазии левого надпочечника, кисты левой почки босниак-1, расширение инфраринального отдела, атеросклероз аорты. Рекомендована консультация хирурга ВГДС. 19 июня 2022 года, доцент кафедры К. М. Н. Котов М. А. Комментарий врача-арентгенолога. На мой взгляд, в животе есть две проблемы. Первое. Нарушение оттока желчи. Расширены все желчевыводящие пути. Также видна небольшая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это все может давать боли в животе. По данным КТ, камней или опухоли не видно. Имеет смысл проконсультироваться у хирурга и сделать ВГДС. Второе. В формировании небольшой аневризмы аорты. По размерам формально это расширение аорты. Оно тоже может давать боли в животе. С этим также можно обратиться к хирургу или к сосудистому хирургу. В передней брюшной стенке каких-либо патологических изменений по данным КТ нет. Кистопочки. Случайная находка. Значения она не имеет. Вопрос пациентки. Спасибо за расшифровку. Но как-то можно уточнить. Другим рентгенологам были выявлены две атипичные гемангиомы. МЦ. В печени во втором и шестом сегментах. Еще одно заключение. Киста в печени во втором сегменте. В селезенке гемангиома. Поэтому и появились сомнения. Ответ КМН КТВМА. В печени, на мой взгляд, скорее все же участки диффузных изменений, участки жировой дегенерации и фиброза. Метастазы не совсем так выглядят. Да и на гемангиому не очень похожи. Насчет кисты. Особенно мелкой кисты. Более точный метод это МРТ. Там достоверно можно увидеть кисту диаметром от 2-3 мм. Но практического смысла в этом нет. В селезенке есть два очага диаметром 9,7 мм. Они не специфичны, они содержат жир, что характерно для гемангиом. Какого-то практического значения они не имеют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова